Рад приветствовать на канале Криптон! С вами Саня, и это 14-я серия еженедельной рубрики Криптосхемы, где мы систематично и регулярно отрабатываем актуальные темки. Традиционно пройдемся по апдейтам из прошлых роликов, и затем... Примем участие в долгожданном 16-м альфа-раунде гиткоин-грантов. Проявим очередную активность в проекте из экосистемы LayerZero. Станем частью криптоцеремоний, которая претендует стать мультипликатором многих ретродропов. Настраиваемся на несколько минут платной работы. Поехали! Межсетевой мост Банджи начал рассылать письма счастья тем, кто заполнял форму на участие в бета-тесте их обновленной версии. Проверяем свои почты на предмет письма от данного отправителя. Доступ к бета-тесту также по блату выдадут тем, кто пройдет опросник на площадке Layer3. Но опросник доступен с 30-го уровня на площадке Layer3, поэтому данный вариант доступен далеко не всем. Мне письмо пока что не пришло. Ожидаем дальнейшей рассылки приглашений. Сервис доменных имен ARPID выкатили статью, посвященную раннему доступу к минту доменов. Как команда и заявляла ранее, чем больше NFT мы соберем за период кампании, тем круче будут привилегии. Также на количество доступных к минту доменов будет влиять наличие Galaxy Passport. Таким образом, если вы собрали все 5 NFT и у вас есть Galaxy Passport, вы сможете сминтить целых 5 доменов. Команда гемного свитка Scroll успешно провели ресет сети. Чтобы продолжить взаимодействие с площадкой, сперва удаляем старые тестовые сети. Добавляем новые сети и по инструкции делаем ресет обеих сетей. Сами действия для проявления активности не изменились. На регулярной основе гоняем средства с помощью моста, свапаем токены и предоставляем ликвидность. А мы переходим к сегодняшним событиям, первым из которых станет участие в церемонии в преддверии внедрения EIP-4844. Кто вообще такие названия придумывает? Активация EIP-4844 является значимым событием, которое в том числе приведет к снижению комиссий для роллапов, к которым относятся арбитрум и оптимизм, что не может не радовать. Для участия в церемонии нам понадобится кошелек с тремя транзакциями в сети Ethereum, чтобы после окончания церемонии мы могли получить памятный поап. Приступаем! Переходим к странице мероприятия и жмем Begin. Далее хаотично вводим мышкой по экрану, чтобы кружок со змеей заполнился зеленым. Вводим в поле секретное слово, которое важно как раз таки не запоминать, и жмем Submit. Выбираем Unlock with Ethereum и затем подписываемся в кошельке. Мы оказываемся в комнате ожидания, в которой можем пробыть как несколько секунд, так и много часов. Важно держать вкладку открытой все время до тех пор, пока не увидим уведомления об успехе. А вот как выглядит страница об успешном вкладе в общую энтропию. Если увидели это окно, вкладку теперь можно закрывать. Активность выполнена. Если у вас меньше трех транзакций в сети Ethereum, а вы хотите принять участие в церемонии, то наиболее дешевым вариантом набить транзакции станет обертывание и развертывание эфира. После завершения церемонии мы получим поап, о чем я обязательно напомню в марте. В рамках второго сегодняшнего события мы будем взаимодействовать с проектом Holograph, который только-только вышел в Мейннет, но уже предоставляет нам спектр активностей, чтобы разгуляться. Holograph — это мультичейн-платформа на базе Layer Zero для создания NFT и их перевода между сетями. Проект собрал 6,5 миллионов вечно зеленых от Polychain и других менее известных фондов. На их твиттер подписаны серьезные личности, включая членов команды Layer Zero. Мало того, что взаимодействия с проектами, разработанными на базе Layer Zero, повышают шанс на повышение ретродропа от самого Layer Zero, так в данном случае мы можем рассчитывать и на дроп от самого Holograph. Для начала я бы порекомендовал собрать по крайней мере несколько NFT со статьи проекта на Mirror. Я же собрал NFT с каждой статьи, где это было возможно. Для этого понадобится иметь несколько долларов в эфире на комиссии в сети Оптимизм. Далее не мешало бы поработать с самим продуктом. Переходим в приложение, подключаем кошелек в сети Polygon и жмем New Collection. Вводим детали по нашей коллекции, жмем Save. Создав коллекцию, переходим к созданию NFT. Кликаем по кнопке New NFT. Погружаем желаемую картинку, вводим название автора коллекции, название NFT и его описание. Жмем галочку для соглашения, что мы не нарушаем авторские права и сохраняем изменения. Кликаем по плюсику возле текста Not Deployed, чтобы развернуть коллекцию в блокчейне. Выбираем полигон в качестве сети для разворачивания и делаем Deploy. Жмем View NFTs и ментим нашу NFT. Снова жмем Deploy и разворачиваем коллекцию в сети Avalanche. Переходим в раздел Bridge и отправляем наши NFT из полигона в Avalanche. Процесс может занять несколько минут. Разворачивание контракта также доступно в сети Ethereum. Но, как вы можете догадаться, за это придется заплатить больше. Мне процесс обошелся в 50 долларов. Если ваш бюджет позволяет подобное взаимодействие, то брезговать я бы им не стал. Продукт многообещающий. А последним событием на сегодня станет хедлайнер всего криптопространства на сегодняшний день. 16-й альфа-раунд гиткоин-грантов. Для тех, кто впервые слышит о гиткоин, это площадка для сбора средств, которые идут на социально полезные инициативы как в крипте, так и вне ее. Донаты в рамках мероприятий по типу 16-го раунда грантов являются не только благим делом, но и позитивно влияют на вашу ончин-идентичность. И часто поощряются материально проектами, которым вы помогли в начале их развития. Упустить возможность задонатить будущему проекту единорогу, все равно что выстрелить себе в ногу. В одном из прошлых выпусков я уже рассказывал о возможности получения пуапа за серию донатов в 4 раунда. Мы уже задонатили в раунды от Юнисеф и Фантом, благодаря чему находимся на полпути к получению главного пуапа. Клейм пуапа за донат в раунд от Юнисеф уже доступен. Ссылку я оставлю в описании. А вот условия для получения пуапа за донаты в Фантом раунде были изменены. Нужно было вкинуть больше 10 долларов. Но не стоит расстраиваться. Пуап за Фантом раунд является символическим, и его отсутствие не повлияет на возможность получения финального пуапа. Но увы и ах, данные условия с минимальной суммой донатов 10 баксов распространяются на 3-й и 4-й раунды, где пуапы символическим считаться уже не будут. Поэтому на финальный пуап могут претендовать только те, кто готов выделить еще минимум 20 долларов без учета комиссии в эфириуме. Для них я и покажу, что мы делаем дальше. Для начала нам нужно получить как можно больше штампов в гиткоин-паспорте. Для этого сверифицируйте буквально каждую категорию, создайте и подвяжите все соцсети. Хорошее преимущество у владельцев прокачанного кошелька. После получения доступных вам штампов, переходим к выбору проектов, в которые стоит занести денежку. Я бы рекомендовал задуматься над донатом проектом Revo Cash, Lanster и DeFi Lama, по причине того, что это действительно крутые инфраструктурные решения, за донат в которые можно ожидать прилет крутых плюшек. Несмотря на слухи, которые бы раздят по чатам, я рекомендую донатить 10 баксов в один проект, а не, например, по 5 долларов в два проекта. При этом донатим в DAI, а не в эфире, чтобы избежать риска просадки курса, при котором нам могут не засчитать минимальную планку для получения поапа. На тему данного гиткоин-раунда можно дискуссировать часами, поэтому я лучше приглашу вас в дискорд-сервер Криптон, где более опытные криптаны помогут вам как с прокачкой гиткоин-паспорта, так и выбором проекта для внесения пожертвования. Ссылку на сервер вы найдете в описании. Но на этом у меня все. Понравился ролик? Тогда ставь под ним лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной криптосхемы, на которых можно добротно заработать. С вами был Саня. До скорых встреч!